Утреннее шоу «Включайся» продолжается. Сейчас наша будет кулинарная рубрика всегда о вкусном, об интересном и о новых рецептах. Вот, Стеш, если тебе бы предложили выбрать пиццу или суши, это популярный вопрос, что бы выбрала ты? Ой, я бы выбрала что-нибудь полезное, но я уверена, что рецепт от нашего шефа будет точно полезным для тех, кто готов разбавить свою блинную неделю. Шикарно! Сергей, в таком случае, блинную неделю чем украсим? Добрый день, мои весенние! Посмотрите, какой аромат и запах витает у нас. Сегодня у нас будет действительно полезная пицца с морепродуктами. Весна на дворе. Весна на дворе, весенний рецепт. Многие зададут вопрос, почему не блины? Ну, потому что... Потому что... Потому что нужно разнообразие, и пицца тоже круглая, как и на листнике. Поехали! Для приготовления нашей ПП-пиццы мы сегодня будем использовать, внимание, сыр, шпинат, чеснок, мука рисовая, два яйца, фарш курины, креветки и мидии. Ну и еще один секретный ингредиент. Да, секретный ингредиент, который мы вот с удовольствием вам покажем, потому что это станет уникальной изюминкой вообще нашей сегодняшней 3П-пиццы. Кетчуп томатной торговой марки Золотая капля, кисло-сладкий, томатный, ароматный, универсальный. Сочетание спелых томатов и свежемолотых спицц создает оригинальный вкус. Уникальность в использовании натуральных специй, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, и приправа сохраняет все свои полезные свойства. Добавляйте кетчуп томатный торговой марки Золотая капля в любое ваше блюдо, и он придаст ему насыщенный вкус и пикантные нотки. Собственно, сегодня это и проверим. Ну, собственно говоря, к нотному стану и пикантным ноткам, шеф. Давайте, мои хорошие, перейдем к трепетному приготовлению нашей пиццы. Надо натереть сыр. Так, ну давайте я этим займусь. Надо замешать основу для пиццы. Поехали. У меня вопрос, почему мы сочетаем фарш и морепродукты? Потому что я люблю сочетать сладкое, кислое, горькое, какое-то, не знаю, невероятное. Поэтому курица с креветками очень прекрасно сочетается. А мне мог на самом деле ответить коротко, потому что придумал я. Потому что авторское прочтение, и мы будем сегодня пробовать экспериментальное блюдо. Все, понятно. Так, коллеги, пока в этом ля-ля, я уже натер практически кусочек сыра. Одного яйца будет достаточно. Дальше мы всыпаем куриный фарш. А, фарш. Все-таки весь. Весь. Ну, я не устану напоминать о том, что, ну что же за приготовление блюда без грамотного бракиража. Бракираж, обязательно. Нужно же понимать. Обязательно. Муку. Мука рисовая у нас приходит в гости, да. Конечно, чтобы форма держалась. Все верно, да. Так. Далее нам надо отжать шпинат. Отжимаем мы его не у Артема. Мой шпинат. Отжимаем на сито. На сито сюда. Смотрите, шпинат можно брать и свежий, и также замороженный. Поэтому на ваше усмотрение. Вообще, шпинат, как утверждают ученые, обладает огромным количеством положительных свойств. Так. Еще с древних времен считалось, что именно шпинат придает силу, энергию, и поэтому он высоко ценится в кулинарии. А чем можно заменить шпинат, если под рукой такого не оказалось? Смотрите, вы можете добавлять укропчик, будет прекрасно сочетаться, он аромат передаст. Не используйте петрушку, она не очень, конечно, так сочетается. Она не очень. Мы ей передадим. Сегодня у нас плетники петрушки. А вот укропчик просто супер. Куркуму можете добавить для цвета, да, то есть у вас такая все полезность будет у нас. Сергей, с сыром я справился. Надо чесночка нам, пару зубчиков. Пожалуйста. Да, обожаю. Это специально, чтобы по пятнице мне целоваться. Обязательно. В смысле, это чтобы целоваться с новыми ощущениями? Слушайте, ну это же по-весеннему, да? Конечно же. Это же по-весеннему. Буйство красок у нас, буйство ароматов присутствует в студии. Отжимаем так хорошенечко, да, потому что жидкость лишняя нам не нужна в тесте. Все, мне кажется, мы его отжали уже. Так, Сергей, два зубчика, правильно? Два зубчика, весь добавляем шпинат, да. мне надо маселка добавить сюда, чтобы я обжарил морепродукты наши. Так, два зубчика, Сергей, что мы делаем с двумя зубчиками чеснока? Еще чуть-чуть. Все, супер. Мы их раскрываем аромат и нарезаем мелким-мелким кубиком. Сначала, для того, чтобы вырезать. Не пользуемся чеснодавками никакими, вот, мы раскрываем. Иначе мы теряем свойства. Абсолютно верно. И второй. И второй. А мы теперь перемешиваем. Да, Стефаня у нас перемешивает наше будущее тесто. Из куриного фарша получается. И солим, и перчим параллельно. Так. И мелким, да? Да, мелкий кубик у Артема. Так, я, значит, погружаю наши мидии, обжаривать, и креветки тоже. Креветки можно брать бейбики, можно брать большущие тигровые. Так, Сергей, а мы, я так понимаю, в своеобразном фритюре, обжариваем. Ну, нет, это просто оттенек, чтобы он у нас все соки сохранил внутри, потому что, если вы на сковородке, они будут испаряться у нас. Так. Дорогие наши, чесночок наш измельчен, идеально, и готов к отправке к морепродукту. Дружим теперь эту всю историю. Дружим красоту, да. А чеснок-то хорошо дружит с креветками. Очень хорошо. И с мидиями. Да, это же просто песня, песня. Как и наше тесто. Да, Оно уже готово. Супер, Хочу заметить, у нас же в качестве теста, по сути, тесто-то и нет, да? Фарш и шпинат. Для тех, кто следит за количеством калорий, для тех, кто отказывается от булочного, шикарный рецепт. Так, как это все-то поровнять, правильно? Раз, два, три. Ну что, основа для нашей первой ПП-пиццы готова, нам надо нанести секретный ингредиент. Я знаю, что нужно этой цепи, этой цепи нужно срочно добавить кетчупа томатного. Эта цепа уже прям изнемогает. Пока цепа изнемогает, я напомню, кстати, кетчуп и золотая капля, они без добавления у стилителей вкуса, раз, и только из натуральных ингредиентов, без ГМО, искусственных красителей и ароматизаторов. Разнообразие специй придает кетчупу приятный, пряный, сладкий аромат. Это даст неповторимую нотку пикантности даже самому простому, казалось бы, блюду, приготовленному у вас дома на кухне. В линейке кетчупов торговой марки золотая капля представлены томатные, классические, шашлычные, нежные и яркие новинки. Кетчупы острые и барбекю, если еще не пробовали, обязательно оцените. Кетчуп и золотая капля добавят вкуса вашим блюдам. Добавляем сыр сегодня на нашу подложку ПП-пицца. Достаточно. Слушайте, классно. Ну, конечно, идеально, если у вас дома есть духовка, вы эту всю картину в духовочку, чтобы оно подпеклось и подплавилось. Все верно, абсолютно верно. А мы это сделаем под крышечкой, буквально минуту. Под крышечкой, чтобы запеклось сыр. Да, чтобы расплавился сыр. Сырка. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог с на босиком, не жалея, но в сердце его теперь в твоих руках не потеряй его и не сломай, чтоб не вести. Вдоль ночных дорог петел любви в руках сбил. Ноги в кровь, пусть его теперь в твоих руках не потеряй его и не сломай. Ну что ж, а под какие треки вы готовите утром вместе со своими любимками? Правда говоря, настроение музыка создает раз, и если блюдо вы, так сказать, опустите частичку любви, все получится вдвойне втройне вкуснее, да, Сергей? Да, Рател, сразу видно, что вы еще на радио подрабатываете. Так, финальный этап нашего приготовления. Поехали. Давайте, да, сверху мы кладем наши морепродукты. Так, ложечкой. Я так понимаю, как угодно. И чем больше, тем лучше. Чем больше, конечно. Я считаю, что так, пицца такая штука, чем больше наполнения, тем больше. Такая штучка она. Да, штучка. Но вообще в идеале, если пицца, то действительно не надо много начинки. Идеальная пицца это соус, сыр, все. Вот в эту пиццу сыпь, сыпь, не стесняйся, не слушай Сергея. Вот сюда побольше, да. Не, а какие ароматы вы чувствуете? Буйство красок и запахов. Это невероятность какая-то. Роскошь, роскошь. Как бы они не подрались друг с другом в таком бусте. Ни в коем случае, ни в коем. Они уже подружились и креветочки, и митзи, что не видно. Слушайте, ну красиво. Напомню, что этим утром под чутким руководством Сергея Петраченко мы приготовили пепе-пиццу, в основе которой куриное филе со шпинатом. Ну и все это дело украшено сыром и морепродуктами. На самом деле, как сказал знаменитый шеф Сергей Петраченко, буйство красок, запахов и ароматов у нас царит в нашей студии. Уже не терпится попробовать. Ну а самое главное это завершать масленичную неделю вот таким вот не очень стандартным блином в виде пиццы. Желайте добра и добро вернется к вам непременно. Ну что, тестим? Так, ну как? А кетчуп как играет, да? Лучше один раз попробовать и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok